Марк Захарович, тема, которая сегодня всех поразила с самого раннего утра, меня вообще застала в прямом эфире. Слышал взрывы прямо из центра Киева. Такое себе ощущение, честно говоря. Но тем не менее, начали с Запорожья, продолжили Киевом, Днепропетровщина. Ну и по сути, вся карта Украины сегодня была подвержена обстрелам со стороны России. Вот разница только в количестве погибших. В Киеве пока официально 6 человек, 50 ранены. А в Запорожье, если я не ошибаюсь, 16 погибших, Днепропетровщина 4 и так далее. Вроде как били по объектам гражданской инфраструктуры, но как-то половина не долетала и попадала в людей, которые стояли просто на светофорах, ехали на работу. Марк Захарович, Путин таким образом всерьез хочет Зеленского усадить за стол переговоров? Я вот, честно говоря, думаю, что если он и руководствуется этим, то в самую последнюю очередь. Ответы все ему прозвучали, и вот подобные действия, они скорее к обратному эффекту приведут. Не к тому, что Зеленский там испугается или население струсит и потребует от Зеленского быстрее переговоров, прекращение этого всего. Мне кажется, сейчас война перешла в стадию, когда взаимная эскалация, она скорее усугубляет положение, никак не ведет его к быстрым договоренностям, каким бы то ни было. Поскольку, видите как, это уже давно длится, население, несмотря как бы драматично, как бы ужасно это ни звучало, оно уже привыкло к гибелям. Чудовищное привыкание, но оно происходит. То есть, скорее люди руководятся тем, как отомстить. А, ну раз по мирным городам так можно, это все разговоры там, инфраструктура военная, критические объекты, центры принятия решений. Умирают люди, не какие-то там абстрактные военные объекты, а погибают конкретные люди, имена, фамилия, дети там часто, когда и гражданские лица. Ну, все, значит, ровно таким же образом будет ответ. Я думаю, что сейчас принято окончательно, я не знаю, я не могу об этом судить, но решение на банковое о том, что все легитимными объектами теперь являются и Курск, и Белгород, и, так сказать, и Ростов, и Брянск. Это теперь уже они в зоне повышенной опасности. Ну да, будут стрелять по ТЭЦ, будут стрелять по каким-то военным частям, может, аэродромам, топливным станциям. Не знаю, но точно будет прилетать и к гражданским. Но это война, она, так сказать, взаимно так устроена. То есть, если ты стреляешь по кому-то, стреляют по тебе. И с той и с другой стороны будут гибели гражданских людей. Так что в данном случае будет достигнут паритет. И если раньше Украина все-таки старалась, как-то избегала этого, то теперь уже никто не будет по этому поводу париться. Вот у меня такое ощущение внутреннее. Да, вы интересно отметили, действительно, люди, которые сегодня публиковали массово посты с вот этими воронками в центре Киева, с попаданиями, с сожженными автомобилями, никто не писал, остановите войну, пожалуйста. Почему власти молчат? Все пишут просто одно. Россия страна террорист. Это был сегодня хэштег. Ты самый популярный. Марий Захарович, вот эта постановка вчерашняя, где глава следственного комитета Бастрыкин докладывает Путину, что Владимир Владимирович, мы изучили вопрос, значит, это спецслужбы Украины причастны к взрывам на Крымском мосту. И Путин многозначительно сказал, я понял. Вот чем-то было похоже, честно говоря, на 90-е, конец 90-е, начало 2000-е, когда с чеченцами было похоже к этой ситуации, говорили, значит, мы изучили, да, это чеченцы. Путин говорит, я понял, после этого начинаются какие-то действия. Он зачем идет на эскалацию и на вот этот новый виток, когда действительно идет планомерное уничтожение гражданского населения? Знаешь, что будут ответы? Ну, насчет ответов, да, они допускают, но они все же, они же и МОС считали, что защищен. Могут докладывать, да нет, нет, если они будут обстреливать приграничные районы, то мы подготовились, мы хорошо защищены. Он же сам сказал, сегодня выступление перед членом Совбезда, ту часть, которую показали, что Украина уже не первый раз прибегает, как он их называет, терактами по инфраструктуре. Он там Курску АЭС, там попытки были упоминал и так далее, но, говорит, это не понесло с собой значительного ущерба. У нас объекты, в общем, защищены в достаточной мере. Ему могут тоже докладывать, ну а что они ответят? Ответят, да, по территории Украины, внутри, где оккупированные территории, да нам все равно. Марк Захарович, единственный момент, просто вставлю, пять копеек, беспилотник два дня назад уничтожил два ракетоносца Ту-22М3, который находится за 270 километров от границы с Украиной. То есть, если уж это пошло, аэродром Шайковка, если я не ошибаюсь, называется, но от слова ни хрена совсем не защищено системами ПВО. Не защищено. Возможно, Москва, да, но точно не все объекты антиклюзии России. Ну вот его это не сильно беспокоит, ведь это тоже важный фактор. Ну убьют там какое-то количество мирного населения в приграничных территориях. Если это не скажется на его репутацию, ему все равно. Да людей-то ему начихать. Потом, вот смотрите, Бастрыкин, значит, заявляет. Через два дня он вдруг выяснил, что это украинский спецслужб. Окей, ладно, пусть это украинский спецслужб. Но даже в таких случаях есть соразмерность, да, так сказать, определенный ответ должен вызван быть с тем, чтобы уничтожить источник. А здесь просто по всей территории Украины лупят, откуда они нашли источник военной инфраструктуры, там, не знаю, в Запорожье, Днепре и так далее, обосновывая. А мы вот хотели попасть, но вот ракета куда упала, туда упала, да. Ну то есть дело в том, что я даже когда еще защищал украинский политзаключен, когда у меня был статус адвоката в России, вообще любые постоянно звучали сообщения с 14-го года, что задержали каких-то диверсантов украинских, то в Крыму, то вне его и так далее, каких-то шпионов украинских. Привезите по этому же лекалу и сейчас все отписываю на Украину и очень удобно и очень хорошо, потому что это хорошо канали. С одной стороны, конечно, у этого логика есть, идет война, и почему бы в Украине не совершать диверсии в отношении противника. Вот он сказал, мост, говорит, крымский, это важная часть гражданской инфраструктуры. Нет уж, извините, это не только гражданская инфраструктура. Путин заявил сегодня. Я специально прослушал, переслушал, думаю, почему гражданская? Вы же по ней возите на поездах личный состав, военную технику, танки и так далее. Нет уж, извините, мост железнодорожный, 18,4 километра через Крым, крымский этот мост, да, он еще и объект военной инфраструктуры, потому что по нему передвигаются войска, перед него переводится вооружение, снабжение идет через него в южной группировке, как минимум. Ну и Крыма, в том числе военной инфраструктуры там. С чего бы это? Он только гражданский объект, сугубо гражданский объект. С чего это он, сугубо гражданский объект? Вы же напали, вы ведете войну, это, конечно, военный объект. Это, извините, не детский садик, и не школа, в которой там, может быть, и нет никакой военной инфраструктуры. Какая она? А, извините, железнодорожный мост, это вполне легитимная цель для диверсионной атаки. Так что, с этой точки зрения, тут явно натяжечка, мягко говоря, натяжечка. Поэтому я бы сказал, что, конечно, Путин не думает о последствиях. А что ему думать о последствиях? Думал бы он о последствиях, может, и по-другому бы поступил 24 февраля. Последствия в виде издержек гибели мирного населения или чего бы то ни было, там, самолетов, воинских каких-то объектов, военных объектов. Но его мало волнует. Мало волнует, в принципе. Другое дело, он может не осознавать масштаба. Его беспокоит только реакция населения. Ведь он тоже в каком-то смысле ответил на требования, обращенные к нему. Значит, мы слышали это все, надо ответить по центрам принятия решений, критической инфраструктуры. Вот они уже до Крымского моста добрались. То есть, он в каком-то смысле зависим и от пропаганды, и от общественного мнения и этой пропаганды сформированного. Вот тут, конечно, он уездвимый. Поэтому я-то как раз думаю, что и Украина, да и Запад через нее будут продолжать, собственно говоря, воздействовать на это общественное мнение для того, чтобы подорвать доверие к Путину. Ведь он этими ударами пытается вернуть себе это. Смотрите, мы ответили. Смотрите, я какой. Но поскольку это воронка, она вовлекает в себя глубже, глубже, глубже. Это все тебе ответ на ответ, ответ на ответ, ответ на ответ. Вот она и есть война-то так. Просто они всегда исходили из того, что Украина не решится бить по инфраструктуре, или гражданским объектам, еще чего бы то ни было на территории России. Об этом лично заявлял Песков. Он говорил, а мы, говорит, верим президенту Зеленскому, который заявил, что территория России не будет объектом военного воздействия, то есть обстрелов артиллерийских или же ракетных. Но ведь это же было в начале войны, это же было в феврале-марте. Но вы меня простите, после этого чего только не было. Было и Буча, был и Зюм, были, так сказать, Еленовка, были Мариумы. Марк Захарович, ну давайте отметим, все-таки ударов по какой-то гражданской инфраструктуре на территории России не было, таких больших. Крымский мост – это территория Украины. Или как минимум нейтральная вода, если на то пошло. Правильно. Вопрос в другом состоит, что, понимаете как, чем дольше идет война, тем меньше щепетильности. А вот если там будет ребенок проходить рядом с военным объектом, или мама с коляской, или еще кто-то, бить или не бить, это мучительный вопрос. Для нормальных людей это всегда мучительный вопрос. Я, кстати, усматриваю в том, что ранним утром, практически ночью, взорвался мост, и пострадали эти эшелоны, это тоже не случайно, для того, чтобы пострадало как можно меньше граждан. Но все равно какие-то погибшие есть, считается пропавшим безвестным. Машина ехала с семьей и так далее. Как здесь? А сегодня вот убиты десятки людей. А вот вчера в Запорожье убиты 17 человек. Как вы избежите этого ущерба? Как вы избежите этих потерь? Ну почему эта страна российская не руководствуется этим, а украинская руководствуется ей все время быть в проигрышном положении? Да, конечно, надо избегать гибели. Мы, конечно, за то, чтобы не гибли ни гражданские, да и войны, чтобы не было. Но я рассуждаю же не от себя. В конце концов, не мне принимать эти решения. Принимать их военно-политическое руководство Украины. И оно, если раньше могло себе позволить по этой теме рефлексировать, то сейчас этих рефлексий гораздо меньше. Ну что делать? Вот война. И к чему это привело вот это все? Ну вот к этому. А я хочу сказать, что неотменяемым остается главный виновник. Не напал бы Путин на Украину, не начнешь война, ничего бы из этого вообще не было. Поэтому это неснимаемая ответственность. Это неотменяемый факт. Все остальные жертвы, которые возникают, это сугубо только на его ответственность. Не нападай, ничего бы во вне не было, не гибли бы люди. Куда проще-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok